This conference will now be recorded. Далее мы уже с Ольгой Юрьевной обсудим, как планировать и развивать свой карьерный путь HR-специалистов. И в конце я расскажу вам о всех подарках, которые получит каждый, кто сегодня присоединился к нам и зарегистрировался на данный вебинар. Итак, учебный центр «Специалист» на рынке образовательных услуг уже более 29 лет. В этом году у нас будет юбилей, 30 лет. За это время мы обучили более 1 миллиона человек и на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России. Мы вам гарантируем 100% качество образования за счет уникального сочетания бауманской методики преподавания и современных технологий проведения обучения. Так как мы учим уже давно, и это нам дает понимание, что важно поддерживать начинающих специалистов и наших слушателей на пути их карьерного продвижения. Потому мы разработали для вас такую программу трудоустройства, которая включает в себя ряд мероприятий, которые способствуют вашему развитию в карьерной стезе. Итак, первое – это реальные кейсы. То есть сейчас на рынке труда ценятся реальные навыки, а не просто знания. И потому все наши курсы, они такие практикоориентированные. На них вы делаете какие-то реальные кейсы, учитесь, получаете навык. И это, несомненно, первое преимущество. Далее, когда все навыки получены, важно для выхода на рынок труда понимать, как он устроен, что на рынке труда изменилось. Если вы искали работу более трех лет назад, то приглашаю вас на этот курс, потому что изменения произошли колоссальные. И Ольга Юрьевна Светлышева ведет данный, я бы сказала, тренинг, потому что этот курс, он живой, он проходит вместе с такими тренинговыми упражнениями. И вы на практике учитесь от создания резюме до создания своего позиционирования и создания своего имиджа профессионального через социальные сети. Каждый такой этап, важно понимать, как он устроен сейчас на современном рынке, в процессе трудоустройства. И приглашаю вас на данный курс. Ссылочку вам пришлю в чат чуть попозже. Для тех, кто у нас не до конца смог получить, еще какие-то вопросы остались, может записаться ко мне на карьерную консультацию. Они доступны для наших выпускников и тех, кто у нас учится за свой счет. Проводится сейчас со мной в онлайн формате. Тоже ссылочку на запись вам направлю в чат. И следующее мероприятие, которое мы также проводим до дни карьеры для выпускников. Они у нас сейчас проходят по IT-направлению общего формата. Ближайший день карьеры у нас будет 14 апреля для специалистов финансового профиля. Если кому-то из ваших знакомых это интересно, также можете смело отправлять им ссылку. Будем разбираться, как сейчас на рынке труда сориентироваться специалистам финансового профиля, экономистам, бухгалтерам, финансистам. Также хочу вам сказать, что мы создали для вас каналы с вакансиями от наших партнеров. Которые собрали для себя сейчас актуальные вакансии, которые нам предоставляют наши корпоративные заказчики. Они уже на практике убедились, что учим мы хорошо и готовы рассматривать наших выпускников и отдавать им преимущества. Потому что они уже уверены в качестве нашего образования и убедились в этом на своем опыте. Итак, сейчас я хочу передать слово Ольге Юрьевне. Она продолжит наш сегодняшний день карьеры. Ольга Юрьевна, передаю вам слово. Это наш ведущий и опытнейший педагог. Педагог-практик. И немного больше о себе она сейчас далее вам расскажет. Да, спасибо большое. Я сейчас принимаю проведение презентации и начну... Вот, все, видно, все хорошо. Да, все видно. Да, тоже включу. Да, спасибо. Ну что же, я вас тоже всех приветствую. Рада всех видеть. И мне бы хотелось, чтобы у нас была обратная связь. Сейчас тоже буду задавать вам вопросы. Пожалуйста, общайтесь с нами, пишите в чат. С кем-то мы уже знакомы. Кого-то мы еще не знаем. С кем-то мы еще не очень знакомы. Меня зовут Ольга Юрьевна, фамилия Светлышева. Я старший преподаватель нашего центра. Я являюсь членом Национального союза кадровиков, сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента и кандидатом в юридических наук. В HR я более 10 лет. И больше 20 лет, извините, как время бежит, это какой-то кошмар. Действительно, я в HR пришла в 2001 году, поэтому в этом году исполняется 20 лет, как я уже в HR. До этого работала на кафедре, преподавала, ну и затем, окончив годичные курсы при МГУ имени Ломоносова, получив диплом о профессиональной перепродготовке, я ушла в HR. Кстати, наш центр тоже такие программы делает, и одна из этих программ, вот мы сегодня представляем программу по профессиональной перепродготовке. На сегодняшний день я веду курсы и для менеджеров, и для директоров по персоналу, и для кадровиков, и для тех, кто занимается на проектах, управления командой проекта, и консультирую. В общем, обращайтесь ко мне, всегда рада. Я публикую статьи и посты, и в социальных сетях, и на профессиональных сайтах, возможно, вы видели мои статьи, буду рада, если вы будете читать, если мои статьи вам помогут. Адрес моей почты на экране, и на сайте специалист.ру у каждого преподавателя есть своя страница. У меня тоже есть такая страница, ссылку я вам оставлю, презентацию размещу в вашем личном кабинете. Простите, пожалуйста, по-моему, вы не видите, что здесь написано, вот теперь видите, да, извините. На кнопочку кликнула, и изображение не отражалось, но теперь все видно. Итак, значит, мои контакты здесь есть, и презентацию я размещу в вашем личном кабинете, поэтому вы можете ей воспользоваться. Также мы приглашаем вас в наш клуб, HR-клуб, где мы сможем общаться, отвечать на ваши вопросы, и вы можете тоже не только задавать вопросы, но и отвечать на вопросы своих коллег. Обсуждаем интересные проекты различные. Мы находимся на сегодняшний день ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм и Инстаграм. Всегда рады вас видеть. Если мы посмотрим на путеводитель по курсам, ссылку я тоже оставлю здесь, то мы видим, что есть программа, о которой мы сегодня будем говорить. Это руководитель кадровой службы со знанием 1С. И вы видите, какие курсы сюда входят, но я бы хотела вам рассказать немного о нашей профессии, что это за профессия. Поскольку я уже не первый год в этой профессии, то сами понимаете, что я ее очень люблю, считаю, что это как раз то самое, что мне нужно, я реализовалась в этой профессии. И напишите, пожалуйста, в чат, кто отмечает день кадровика и когда. Вот для меня это очень важно, потому что пока вы пишете дату дня кадровика, поскольку не один день, а несколько, хочется понять, когда же вы отмечаете день кадровика. Или напишите минус. Если вы не отмечаете день кадровика и не знаете, что это такое, что есть такой правильный, напишите, пожалуйста, минус. Вот. И я немного расскажу об истории нашей профессии. И, как это ни странно, она впервые, прообраз нашей профессии возник еще в 18 веке при Екатерине II. Представляете, как давно это было. Тогда впервые появилась служба социального обеспечения, задачами которой были в том числе защита прав женщин и детей, больных, пострадавших сотрудников. И вот тогда уже начали оформлять документы. И часть функционала, вот то, что тогда было перенесено и к нам, это было в 18 веке. В 19 веке, когда возникли огромные заводы, огромные предприятия, люди уже нуждались в особой, в особом внимании и руководители выделяли. Да, я вижу ваши ответы, супер, пишите, сейчас я обязательно прокомментирую. И руководители выделяли отдельного человека по работе с персоналом. Ну и затем уже мы переходим к нашей истории, 20 век, когда впервые в правоохранительных органах были организованы отделы кадров. И затем во время войны, например, очень большая ответственность была на отделах кадров, потому что те люди, которые приходили работать, опять же, на крупные предприятия, не только на крупные предприятия, для того, чтобы заменить ушедших на фронт. И кадровики должны были к силе это оформить, правильным образом все донести. Поэтому ответственность, конечно, была колоссальная. В советское время практически в каждой организации был отдел кадров. Но занимался он в основном оформлением трудовых отношений. Подбором он, как правило, не занимался. Если занимался, то условно проводились беседования такие, очень примитивные. И, собственно говоря, все. И на сегодняшний день, в 21 веке, мы уже видим, как из кадровой службы вырастает огромная такая служба персонала. И сейчас кадровики занимаются, и HR занимаются всеми направлениями деятельности, связанными с персоналом. Так, и я вижу ваши ответы. Давайте я сейчас вот покажу вам Екатерину вторую. Это из истории. И давайте посмотрим, когда же вы отмечаете день кадровика. Не все отмечают. Я вижу минусы. Елена отмечает 12 октября и 24 мая. Два раза. Прекрасно. И Алексей тоже в мае и в октябре. Но широко не отмечаем. Зря праздник наш, профессиональный, я бы рекомендовала все-таки отмечать. Действительно, в России есть два праздника. День кадровика. Это 24 мая, потому что именно в этот день, в 1835 году, было выпущено положение об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на ОНЭ по найму. Это был прогрессивный документ про образ ГЗОТа и про образ теперь уже Тодового кодекса. И второй праздник, это 12 октября, это советский праздник 1918 год, когда впервые начали организовываться все самые взял кадры. Вот такая история нашей профессии. Поэтому профессия не новая у нас, она такая достаточно интересная история. И я считаю, что есть чем гордиться. Предлагаю все вместе отмечать День кадровика. Ну а теперь у меня есть две новости для вас. Плохая и хорошая. С какой начать? Вопрос, да? Если напишите, с какой начать, я начну. Если не напишите, то я на свое усмотрение выбираю, наверное, плохую, а потом уже хорошую. Ладно? Итак, что же плохого есть в будущем нашей профессии? Условно плохое, в кавычках, это то, что нас заменяют постепенно роботы. И это действительно так. Процессы автоматизируются, роботизируются, и человека немного вытесняют. Это плохая новость. И в дальнейшем это будет продолжаться. К сожалению, остановки не будет. Роботы уже здесь. Они пришли. И знаете, как интересно. Совсем недавно я узнала о том, что... Ну вот, например, про робота Веру, наверное, все слышали, да? Это рекрутер, робот Вера. А я совсем недавно услышала о том, что есть, оказывается, еще два робота. Один из них, его зовут Владимир. Робот Владимир занимается кадровым делопроизводством. И есть робот Ермил, если я правильно помню. Он занимается бухгалтерией. Вот у нас есть целых два вот таких вот робота новых, может быть, их больше, но я знаю, пока есть. Которые действительно постепенно нас потесняют. Это плохая новость. Но есть и хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что у нас появляется больше возможностей. Роботы и автоматы берут на себя часть рутинных задач. И мы с вами можем спокойно заниматься более серьезными вещами, которые может сделать только человек. Ну, например, ни один из роботов, наверное, сейчас, на сегодняшний день, не может принять какое-то решение. Робот может собрать статистику, он может проанализировать что-то, но принять какое-то серьезное решение, управление, что он не может. Этим занимаются люди, в том числе и руководители кадровой службы. Или, например, робот не может поговорить с человеком, который увольняется должным образом. Этим может заниматься только человек, и только человек может другому человеку передать свои эмоции, поддержать его каким-то образом и так далее. Поэтому у нас есть куда развиваться. Есть еще особенности, кроме роботизации, есть еще и особенности, но это уже хорошая новость, то мы можем теперь работать удаленно. Потому что в России вводится электронный документооборот, который помогает нам и нашей кадровой службе в том числе выполнять функции удаленно. Следовательно, находясь дома, мы можем работать. Для многих это достаточно приятная такая новость. Еще один нюанс. Кадровики могут работать фрилансерами. Не только рекрутеры, но и кадровики могут самостоятельно брать на себя аутсорсинговую такую функцию и выполнять ее для разных компаний. Такая проектная работа. Или можно оформиться в какую-то организацию, которая занимается аутсорсингом, предлагает такие услуги, тоже можно этим заниматься. К сожалению, на сегодняшний день кадровики не готовы перейти вот на эти, учитывая новые требования, перейти на новый стандарт работы. Почему? Я сталкиваюсь с тем, что на наши посты приходят люди, которые имеют высшее образование в направлении и кадрового менеджмента, и управления персоналом. Но им не хватает, даже если они учились в высшем учебном заведении, получили диплом, им не хватает практики. И к тому они приходят именно за практикой. Поэтому наши курсы, они предлагают не только современные какие-то решения, но и практические работы. И сейчас вот я немного об этом расскажу. Если вы еще не определились, ну, предположим, вам хочется заниматься в речаре чем-то, но вы еще не определились, чем именно заниматься, документообразованием или документообразованием, либо подбором персоналом или чем-то еще, мы предлагаем пройти вот такой тест. Этот тест размещен на нашем сайте. Я ссылку скинула вам в чат. Пожалуйста, можете скопировать, пройти, и тогда вы поймете, где лучше всего вы сможете применить свои знания, умения, навыки, способности и так далее. Будете обязательно востребованы. Ну, вот эта ссылка, она будет и в презентации, и я ее скинула в чат. Можете в чате посмотреть. Итак, руководитель структурного подразделения, чем же он занимается? Ну, слово руководитель говорит уже о том, что, наверное, он руководит. Это действительно так. И процесс управления состоится только тогда, когда есть субъект управления, то есть тот, кто руководит, и объект управления тот, кем руководят. И руководители структурного подразделения занимаются общими функциями управления. Вот они. Вот он, руководитель кадровой службы, руководитель, начальник отдела кадров и так далее. Что он делает? Он планирует, организует и контролирует работу своего отдела. При этом, поскольку в отделе работают люди, он еще должен мотивировать этих людей. Это основная задача. Ну, а более высокий уровень, это директор персонала, например, руководитель кадровой службы, это функциональный руководитель. Он занимается уже специфической функцией на таком стратегическом уровне. Если у него есть подчиненные, то общие функции он тоже выполняет. И мы будем с вами сегодня говорить именно о руководителе структурных подразделений, потому что вот та программа, о которой я буду рассказывать, она именно на них и рассчитана, на руководитель структурных подразделений. Для того, чтобы планировать, организовывать, мотивировать и контролировать работу отдела, необходимо иметь компетенции, определенные качества. И все компетенции можно разделить на hard skills и soft skills. Hard skills – это умение руководить подразделением. Это такие базовые навыки, которыми должен обладать руководитель. Также он должен знать трудовое законодательство, потому что он принимает определенные решения, и решения эти должны быть в рамках законодательства. Кроме того, руководитель кадровой службы, даже если он сам не работает руками и не выполняет функции специалиста по кадрам, он должен знать, как работать в кадровом делопроизводстве и иметь определенные навыки. То есть, как правило, он вырастает в кадровой службе. И также требования работы с электронным документооборотом никто не отменял, потому что мы все постепенно переходим на электронный документооборот. Это hard skills и есть еще soft skills, без которых человек тоже не будет успешен. Никакой руководитель не будет успешен, если у него могут развиты коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, умение проводить переговоры, лидерские качества и умение оказывать влияние. Вот всеми этими качествами на определенном уровне должен обладать и руководитель структурного подразделения кадровой службы. Для этого мы подготовили определенные курсы. В частности, курсы у нас разработаны на основе профессионального стандарта. С 1 июля 2016 года в России действуют профессиональные стандарты. И наш профессиональный стандарт называется «Специалист по управлению персоналом». И в рамках этого профстандарта разработаны все курсы. В частности, менеджер по персоналу уровень 1, там, где мы говорим о том, как правильно заниматься подбором персонала, оценкой, адаптацией и, в частности, корпоративной культурой тоже. Вот перед нами сейчас появилась структура крупной организации, где возглавляет кадровую службу директор по персоналу. Ему подчиняются руководители структурных подразделений и дальше специалисты. Вот эти цифры, которые здесь указаны, это уровни, квалификационный уровень по профессиональному стандарту. То есть чем выше позиции, тем выше требований к квалификации. Требования к квалификации – это требования к обучению уровня образования и к уровню опыта работы. Начальник отдела кадров имеет седьмой квалификационный уровень. Это образование не ниже высшего профессионального специалитета или магистратура и плюс дополнительные по специальности, которые представляет наш центр. Ну и дальше начальник отдела кадров крупной организации занимается в основном кадром делопроизводства, и в основном законодательством небольшой организации. Он объединяет все эти функции. Поэтому ему нужно, естественно, знать, как правильно проводить подбор персонала, оценку, развивать персонал, как мотивировать, да, какие мотивационные схемы бывают, и корпоративно-социальная политика. Вот все эти знания должны быть по начальнику отдела кадров. Ну и основной зоной влияния является, конечно же, все, что касается оформления трудовых отношений. И мы разработали несколько уровней, пять уровней курса кадровая работа в современной организации, и первый уровень посвящен процедуре оформления трудовых отношений. Ну а поскольку мы должны работать в рамках законодательства, то здесь мы четко должны понимать, что существует трудовое законодательство, в том числе трудовой кодекс Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, и локальные нормативные акты, которые мы сами разрабатываем в организации. И вот здесь локальные нормативные акты, да, мы должны тоже уметь разрабатывать, понимать, какие правила мы можем устанавливать в организации, а какие правила мы не можем устанавливать, Потому что они выходят за рамки, да не противоречит узовому законодательству. И на этом курсе мы выясняем такие вопросы, как правильное оформление приема на работу, перемещение работников, перевод на другую работу, совместительство, совмещение, суммированный учет рабочего времени, время отдыха, отпуска, разные виды отпусков, ну и много других вопросов. Увольнение работников тоже достаточно подробно разбираем. Второй уровень мы посвятили полностью организации кадрового делопроизводства. Ну в частности, документ должен иметь юридическую силу. Если мы неправильно его оформим, то в этом случае ни суд не будет рассматривать этот документ, ни государственный инспектор труда, который придет с проверкой, и в результате организация может пострадать. Например, вот хочу привести вам пример. Например, как правильно ставить отиск печати. У меня на слайде сейчас есть пример, как отиск печати поставили на подпись. Мы понимаем логически, что, наверное, это неверно, потому что отиск печати закрывает подпись, и понять, чья это подпись, оно не представляется возможным. Но как объяснить, как донести это до тех людей, которые, собственно, ставят эти отиск печати? Секретари, офис-менеджеры, руководители, ну, не знаю, бухгалтеры и так далее. Вот как, на что сослаться? Если мы скажем, ну, просто не видно вашу подпись, мы будем неубедительны, поэтому надо на что-то сослаться. И вот на своих курсах, в частности, на этом курсе, мы ссылаемся на нормативную базу. И здесь я хочу обратить ваше внимание, что с 2018 года действует новый ГОСТ, R7-097, где и написано, какие есть реквизиты, которые придают документы юридической силы. В частности, это, например, дата, как правильно дату ставить, как правильно ставить подпись, наименование организации, как правильно писать, ну, и в частности, отиск печати. И в пункте, например, 5.24 написано, что печать проставляется, не захватывая часть собственноручной подписи лица, подписавшего документ, или вместе обозначенном МП, вместо печати. Вот пример, как правильно следует проставлять печать в соответствии с этим ГОСТом. Ну и теперь мы понимаем, что если мы сошлемся на нормативную базу, то, наверное, нам поверят. Также в этом курсе мы говорим о переходе на электронные книжки, на электронные документы оборот, тонкости рассматриваем, в частности, электронной подписи, какие бывают виды электронной подписи. Вот, разбираемся с разными видами документов, обсуждаем вопрос архивного хранения и так далее. Очень интересный уровень. Третий уровень мы посвятили проверке документов, потому что нам необходимо понимать, как проверить свою работу. И поскольку я говорила, что документ имеет юридическую силу, когда есть все реквизиты, вот примеры реквизитов, да, то там нужно понять. Ну вот хорошо, это, допустим, унифицированная форма, тут все уже заложено, все реквизиты заложены. А если мы захотим задать свой документ, будет ли он иметь юридическую значимость, юридическую силу или нет? А вдруг мы какой-то реквизит забудем? Так вот, в этом случае мы при проверке документов пользуемся, в частности, федеральным законом 402-м федеральным законом о бухгалтерском учете, где написано, какие реквизиты должны быть в документе, чтобы он имел юридическую силу. Вот они перечислены и на картинке мы их видим. При проведении внутреннего логида кадровых документов, поскольку эта ситуация не регламентирована в нашем законодательстве, кадровики часто теряются, они не знают, с чего начать, какие документы оформлять, как проверять, на что обращать внимание, как исправлять ошибки, недочеты. Обо всем об этом мы говорим на этом курсе и не просто говорим, мы проверяем документы. У вас будут реальные документы, которые надо проверить, и на выходе у нас есть отчет о проведении внутреннего логида кадровых документов. Никто не застрахован от проверок. И мы подготовили четвертый уровень этого курса, где говорим о подготовке к проверке. Так, у кого-то микрофон свесен, пожалуйста, большая просьба, пожалуйста, микрофон свести. Да, все, спасибо. Спасибо большое. Так вот, никто не застрахован, и в этом году очень много всяких изменений. В частности, вышел новый филиберальный закон 248-й, он вступает в действие с 1 июля нынешнего года, и в него вносятся многие изменения. В частности, появляются различные новые профилактические мероприятия, и, например, новая форма проверки, которой раньше не было, которая называется инспекционный визит. Вот что это такое. Сроки меняются проверки, ну, в общем, много всего интересного. И вот я хочу обратить ваше внимание на таблицу, которую я составила, чтобы показать, какие есть категории риска, класс опасности и периодичность проверки. То есть если ваша организация попадает в категорию чрезвычайного риска, это самый высокий уровень риска, то класс опасности присваивается первый класс, и вас могут проверять ежегодно. Плановая проверка может проходить ежегодно. Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы уйти вот в низкий риск. Риск – это шестой класс, где для таких организаций плановые проверки вообще не проводятся. Если вы не знаете, к какому группе риска относится ваша организация, вы можете посмотреть эту информацию на официальном сайте Минтруда, называется rostrut.ru. Можете зайти и посмотреть степень риска, и тогда вы будете знать, как часто будет проверять вашу организацию с точки зрения плановых проверок. Но кроме плановых проверок есть еще и плановые, например, по заявлению работника. Поэтому мы действительно не застрахованы, и на этом курсе – это однодневный курс, всего 8 академических часов, мы говорим о том, как правильно подготовиться к этой проверке, какие права есть у работников, у работодателей, какие права есть у государственных инспектора труда, и какая зона ответственной. Что нам будет, если, например, если мы не пустим государственного инспектора труда проводить проверку, потому что у нас нет руководителя, руководитель уехал в командировку, а проверка должна осуществляться только в присутствии представителя-работодателя. Вот такие интересные вопросы мы рассматриваем. Ну, естественно, новости законодательства тоже. И пятый уровень мы создали специально по просьбе наших слушателей. Вот пока я буду рассказывать, хочу вам такую задачку предложить. У нас увольняется работник, и нам надо посчитать количество дней отпуска для компенсации. Прошу прощения, опять кто-то включил микрофон. Да, все, спасибо. Нам надо посчитать при увольнении количество дней отпуска, чтобы бухгалтер рассчитал компенсацию за неиспользованный отпуск. И вот я сейчас, посчитайте, пожалуйста, кто умеет считать, посчитайте, кто не умеет, сейчас я покажу, как это делается. И на этом курсе, это называется практику по кадровому учету, мы разбираем ситуационные задачи по разным направлениям. У нас кейсы, никакой теории нет, только кейсы. Вот всего их 142 кейса, и мы каждый из них рассматриваем. Это и по увольнению, и по переводу, и по персональным данным, и так далее. Ну, и в частности, вот по отпускам тоже. Ну что, кто-нибудь посчитал? Пока ответов не вижу. Хорошо, кто посчитал, напишите, а я пока расскажу, как это делается. Пусть для тех, кто впервые с этим сталкивается, тоже будет польза какая-то, да, вот в частности, практическая. Вот смотрите, работник принят 13.01.2018, уволен 10.09.2020. За время работы он использовал 42 дня отпуска. Как мы считаем? Мы выписываем сначала все рабочие периоды. Рабочий период начинается датой начала работы и заканчивается на следующий день, на один день раньше. Если работник приступил к работе 13.01.2018, то период заканчивается 12.01.2019. За этот рабочий период ему положено 28 календарных дней. Второй период должен был закончиться, начаться на следующий год, 13.01.2019 и закончится 12.01.2019. Но работник увольняется. Да, все правильно? И в этом случае он увольняется не 10, наверное, не совсем, я тут написала, ладно. И третий период у него возникает компенсация, да, 32 дня, понятно. Мы складываем вот эти вот периоды, за которые положены компенсации, у него получилось 46 и 64. Вычитаем 42 дня, обратите внимание, что человек уже использовал вот эти 42 дня, и поэтому у него вот получается такая история, да. Так, сейчас секундочку. У меня... Сейчас я тут исправлю. Значит, следующий период у него заканчивается 12.01.2019.20. Все правильно? Да, 20. Все правильно. Здесь я немного... Так, вот 20. Да, по 21 год посчитал. Понятно. Тоже 28 дней получается. Так, 28. 28. Да, ну вот. Вот такая история у нас получается. В общем, мы считаем и учимся. Вместе с тем, многие говорят, зачем считать, когда есть, например, калькулятор. Действительно, если мы автоматизируем нашу работу, то в этом случае можно пользоваться калькуляторами. И очень облегчает нашу работу кадровая программа, в частности, программа 1С. У нас есть отдельные курсы, они тоже входят в эту программу. Программа 1С, предприятие 8, «Зарплата управления персоналом», редакция 3.1. И второй курс – это работа с отчетами в программе «Зарплата управления персоналом». Мы учим работать. Это практическая работа. Вы приходите к нам и работаете уже с программой. Учитесь все это делать. Наши преподаватели помогают вам в этом. И очень много преимуществ у этой программы. Она самая распространенная на территории Российской Федерации и в ближайших республиках советских, бывших. Итак, подводя итог тем курсам, о которых я рассказала, мы посмотрим сейчас эту программу. Программа обучения от 6 месяцев. И здесь вот перечислены все курсы, о которых я говорила. Обратите внимание, что после каждого курса есть тестирование. В электронном виде вы можете пройти тестирование и подготовиться к итоговому тестированию, порепетировать это итоговое тестирование. Для того, чтобы… Это называется итоговая тестация. И для того, чтобы получить диплом о профессиональной переподготовке, пройдя все эти курсы, вы проходите итоговую аттестацию. В итоговой аттестации 20 вопросов. Дается, по-моему, там… Напомните мне, пожалуйста, по-моему, полтора часа на прохождение этой итоговой аттестации. Два клинических часа, да, полтора часа астрономических. И вы можете ее проходить как почт, так и удаленно. Если хотите потренироваться, тоже есть такая возможность. Вот, пожалуйста, можете посмотреть. Заходите, вот ссылка здесь есть по итоговому тестированию. Заходите на страницу нашей дипломной программы. Внизу, вот, есть ссылка. Кликайте на нее и проходите итоговое тестирование. Оно будет меняться. В этом итоговом тестировании вопросы из разных курсов, которые вы пройдете. И, естественно, они будут комплексироваться. Да, таким образом, отработав все вопросы, которые вы… По тем курсам, которые проходили, можно уже тренироваться и по итоговому тестированию. Они все сюда входят. Ну и особенностями этой дипломной программы является то, что эту дипломную программу уже успешно закончили 3249 человек. Это информация с нашего сайта. Вы сами выбираете интенсивность обучения. Вы можете быстро пройти эту программу, ну, либо растянуть удовольствие на более длительный срок. Сами решайте, когда начать обучение. У нас достаточно гибко все, вдруг много. Вы можете также перенести дату старта, если у вас изменились планы. И гибкое расписание. Причем разные виды обучения сюда, разные формы обучения входят, и вы можете этим заниматься. На курсах, как я вам уже рассказывала, используются современные методики и инструменты, очень много практики. Вся программа занимает 276 академических часов. И по форматам обучения, это может быть очное, дистанционное, очно-заочное, открытое, корпоративное, индивидуальное обучение. Вот. Преподаватели все практики у нас. И получаете престижный диплом о профессиональной переподготовке с учетом наших стандартов. Стандарт специалист по управлению персонала. Занятия могут проходить до 5 дней в неделю. Каждое занятие от 4 до 8 академических часов. И на каждом занятии дают домашнее задание, которое вы будете выполнять, а потом проверяете на занятиях. Это живое общение с преподавателем. Онлайн тоже возможно обучаться. И могут быть перерывы между различными модулями, ну, при необходимости, если вам это нужно. Часто задают такие вопросы. Можно ли присоединиться к группе после старта, когда группа уже начала обучение? Да, можно. Такая возможность есть. Вы поддерживаете связь со своим менеджером, и менеджер вам гибко как-то рассказывает, как это можно сделать. Что делать, если пропустил лекции, например? Заболел, в отпуск ушел, или в командировку отправили? В этом случае можно подключаться удаленно или посмотреть запись занятия. Записи всех занятий ведутся и размещать в личном кабинете. Это вот ответ на вопрос, будут ли записи вебинара. Если вам для освоения какой-то программы, допустим, программы 1С, требуется техническая помощь, мы можем вам предоставить эту помощь. Вы приезжаете к нам в наш центр ближайший, и там можете вот обучаться. Обратитесь к администратору, к менеджеру, и они вам обязательно помогут. Ну, собственно, я все, что хотела, рассказала. Ольга, пожалуйста, передаю вам слово. Коллеги, если есть вопросы, можете задавать. Да, хотелось бы сказать несколько слов сейчас про наших преподавателей, которые также преподают данные курсы. Все они практики с многолетним опытом работы в преподавании, и они умеют найти у нас подход ко всем слушателям, знают современные требования рынка, и дают, естественно, только самые актуальные кейсы, и те, которые необходимы для решения практических задач. Что еще хочется сказать про диплом? Документы об окончании, если у вас уже есть высшее образование, это будет официальный диплом о профессиональной подготовке, который приравнивается как раз-таки к уровню высшего образования. И он вам позволит претендовать на вакансии в данной профессиональной области. Также хочется сказать про наши дипломы. Мы уже 20 лет выпускаем специалистов, и работодатели высоко ценят нашу подготовку, и диплом – это будет ваше конкурентное преимущество. Диплом от специалиста. Также хочется сказать, что данная дипломная программа у нас есть в разных вариантах. Есть и очно-заочное обучение. Оно стоит немного дешевле. Данная стоимость 98 тысяч, она для очного обучения или в режиме вебинар. Всем, кто сегодня зарегистрировался, и кто сегодня пришел, кто зарегистрировался и посмотрит на записи, также кто сегодня пришел посмотреть на нас онлайн, мы дарим сертификат на сумму 9 тысяч рублей. Если в течение трех дней до 7 числа включительно вы решите, что данное направление… Ой, я прошу прощения. Здесь у меня небольшая ошибка презентации. Тут у нас будет другая дипломная программа, о которой мы сегодня говорим, руководитель кадровой службы. Если вы решитесь на то, чтобы проходить у нас дипломную программу, назовите менеджеру промокод «РКС-2021» и вам сделают скидку 9 тысяч рублей на оплату дипломной программы. Я вот вижу вопрос в чате, преподает ли Елена Шульга. Обязательно преподает. Также хочется еще отметить, что если вы пока не готовы к приобретению дипломной программы, может быть, вам покажется интересным наша комплексная программа «Специалист по кадрам», которая состоит из таких курсов, так как кадровая работа в современной организации как раз те пять уровней, которые рассказывала Ольга Юрьевна, но без подготовки в программе 1С. Любые наши дипломные программы, заканчивая их или заканчивая комплексные программы, по каждому курсу вы получаете отдельный сертификат. И при окончании дипломной программы диплома о переботготовке по специальности, при окончании комплексной программы «Удостоверение о повышении квалификации». Есть ли какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. С радостью ответим с Ольгой Юрьевной вам на них. Мне вот интересно по аудитории, есть ли у вас опыт в… Поставьте плюсики. Есть ли уже опыт работы в кадрах или поставьте плюсик, если есть в чате. Так, вижу плюсик, что, в принципе, у нас собралась аудитория, которая… Да, сейчас скину ссылку. Которая уже, в принципе, имеет какой-то опыт. И я так понимаю, вы смотрите уже как-то вперед, потому что я так понимаю, что каждый сотрудник отдела кадров думает о своей какой-то карьерной перспективе и возможности занять какую-то, может быть, руководящую позицию. И, естественно, для этого иногда необходимы знания, иногда необходимо их подтверждение, как образование. И данный диплом вам как раз-таки такое подтверждение дает. Так, вижу ссылку на анкету по трудоустройству. Так, анкету вы имеете в виду какую? Для регистрации, на консультацию? Я вот выше чуть-чуть ссылочки писала в письме. Это будет первая ссылка, если вы про это. Сейчас я ее продублирую для вас. Форму можно заполнить. Это для тех слушателей, кто у нас уже учился. Если вы в настоящее время имеете какую-то карьерную цель, но сомневаетесь в тех шагах, которые нужно запланировать по ее достижению, я вам рекомендую воспользоваться консультацией по профессиональному развитию. Это консультация наших менеджеров, которые вам подскажут, помогут сориентироваться. Потому что, чтобы развиваться, чтобы как-то планировать свою карьеру, необходимо каждый год планировать какой-то небольшой шажок, который по приобретению какого-то нового скилла, по приобретению там хард или софт, скилл. Потому что жизнь не стоит на месте, в профессиях происходят изменения, и надо всегда идти в ногу со временем, потому что потом нагнать это за один год не получится, когда вы уже 5 лет пропустите и посмотрите, сколько воды утекло. Потому что я вам всем рекомендую вот такую консультацию пройти, для того, чтобы на нее записаться. Я сейчас вам отправлю форму записи. Или можно позвонить и назвать этот код или написать на электронную почту. Так, что еще? Ольга Юрьевна, что-то добавите? Что-то добавить? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто был с нами. Если есть какие-то вопросы, всегда можете ко мне обращаться, мой адрес у вас есть. И если еще какие-то вопросы есть, тоже готова ответить. И пожелать, конечно, всем удачи, успехов. Помнить, что мы всегда с вами и всегда готовы вам помочь. Спасибо. Если вы уже обучались у нас на курсах, тогда вы имеете возможность к этой дипломной программе просто добрать определенные курсы, которые в ней запланированы, и получить диплом. Это очень хорошая опция, о ней можно проконсультироваться с нашими менеджерами. Вот есть также телефончик для связи. Они вам подскажут, какие курсы вам необходимы, чтобы получить диплом о переподготовке по специальности. Потому что современные требования уже, когда я просматриваю вакансию, они все-таки ужесточились на позиции руководящей должности, и исполнительские должности все-таки хотят видеть уже с профильным образованием. Если еще так вот лет пять назад этого не было. Подходило просто, например, какое-нибудь педагогическое образование. То есть сейчас в связи с, наверное, с расширением таких рынкообразовательных услуг усилились и требования к специалистам. Вот. Также хотела бы сказать еще пару слов о, в чем выгода дипломной программы. Если вы проходите у нас дипломную программу, то в течение шести месяцев после ее окончания вы можете в режиме онлайн пройти курсы наши любые специалисты со скидкой 50%. Имейте это в виду. Я считаю, очень выгодное предложение для тех, кто находится в режиме профессионального роста и развития. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу вас всех поблагодарить за участие. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь к нашим менеджерам. Менеджерам можно писать на почту. Они с удовольствием вас проконсультируют по стоимости индивидуально для вас, потому что у всех наших слушателей свой уровень скидки. Если вы до этого у нас учились, цена будет, возможно, меньше на какой-то процент в зависимости от программы лояльности. Ждем вас на наших курсах. Спасибо огромное за участие. Всего вам доброго. Да, еще.